ЗАО «Совхоз имени Ленина» славится своей социалистической формой хозяйствования, а созданный в поселке инфраструктуре знают во всей стране и даже за ее пределами. Детские сады в виде замков, лучшая в Европе школа с самой передовой системой обучения, парки в стиле русских сказок – этот список дополнился еще одним уникальным объектом. Во вторник, 28 июля, в 12 часов состоялось символическое перерезание красной ленточки. И презентация физкультурно-оздоровительного комплекса «Совхоза». Этому дню предшествовалась длительная работа по проектированию, строительству и сдаче в эксплуатацию. Тут многие, особенно наши недоброжелатели, искали миллиарды «Совхоза Ленина». Вот один из объектов, который мы сегодня сдаем, а это почти 650 миллионов рублей, это действительно уникальное сооружение, которого нет аналогов, я думаю, в Московской области, да и вообще в России. Как признался нам директор ЗАО, это самый сложный проект из всех ранее реализованных коллективом народного предприятия. Стоит сказать, что проектировщикам и строителям пришлось попотеть прежде, чем этот прекрасный функциональный спортивный зал появился на свет. Несколько раз проект дорабатывался и изменялся, каждый раз проходя экспертизу. Но в итоге все получилось, и увиденное радует глаз. Наверное, весьма символично, что сегодня день крещения Руси. В этот день великие государи решили принять все лучшее, что было на планете, и на горные проповеди Иисуса Христа, которая в советское время превратилась в моральный кодекс строительства коммунизма, возвышала нас к вершинам и космоса, великим победам, и позволила нам стать самой могучей и справедливой державой на планете. Как только это предали, так все и посыпалось. Но вот здесь и кого не предали, и кого не бросили. Я благодарю, что вы мужественно противостоите этой новой рейдерской атаке. Сегодня, открывая новый объект, вы обратите внимание, таких нет в Подмосковье. Сейчас внутри пройдете и ахнете. Это лучший культурно-спортивный, водно-спортивный комплекс, который создавался в последнее время. На мой взгляд, это вершина социального и духовного прогресса, который демонстрирует в это смутное и трудное время наш народ. Я считаю, что у истоков этих достижений стоит Павел Николаевич Грудинин. Давайте его поприветствуем, поздравим. Особо хочу поблагодарить строителей. Бог создал землю, остальные строители. Они постарались на этом объекте. Вам особая благодарность. Поблагодарим строителей. Пожелаем всем удачи. Геннадий Зюганов, лидер партии, поздравил всех жителей совхоза и вручил строителям и наладчикам памятные медали и почетные грамоты. Высоко отметил вклад трудового коллектива и директора ЗАУ Павла Николаевича Грудинина. Павел Грудинин поблагодарил КПРФ за поддержку и защиту от рейдеров и выразил готовность отстаивать совхоз от любых нападок извне. Почему сегодня здесь нет ни одного средства массовой информации федерального? Потому что... К сожалению, не приехал, Геннадий Андреевич. Не в этом дело. Потому что мы показали за эти 30 лет, ну или за 25, когда акционерное общество в последнее время создалось, разницу между социалистическим путем развития и капиталистическим. Потому что мы доказали, какой бы была вся страна, если бы мы в свое время не повернули на капиталистический путь развития. Геннадий Андреевич абсолютно правильно сказал, вот разница между тем, как бы мы жили тогда, если бы не свернули с этого пути, и разница вот тем, что сейчас есть, видна по совхозу Ленина. Самые лучшие школы, детские сады. И сегодня мы открываем самый лучший бассейн, ну я думаю, на территории России. Потому что, к сожалению, это импортные иностранные технологии. Но что здесь сделано, сделано нашими руками, руками российских мастеров. И я очень рад, что сегодня нам удалось открыть этот бассейн и показать всему миру, что мы умеем работать. Причем работаем очень хорошо. Я хочу огромное спасибо с этой трибуны сказать акционерам совхоза. Вот тут присутствуют Людмила Ивановна Ефимова, Федор Александр Германович, Сверидовский. Это те люди, которые 25 лет голосовали за то, чтобы никогда не получать дивидендов. И все деньги вкладывать в развитие нашего совхоза. Я хочу огромное спасибо сказать жителям. Видите, сколько красных флагов на домах. Это те люди, которые голосуют или вывешивают красные флаги, потому что они солидарны с коллективом совхоза имени Ленина. Поэтому спасибо вам всем большое. Я думаю, что и дальше мы вместе будем делать наш поселок, нашу страну лучше и краше. Поэтому нам начнут завидовать не только в Узбекистане и Таджикистане, но вообще во всем мире. Если мы будем развиваться по такому пути, который показывает наше народное предприятие, совхоз имени Ленина. Спасибо вам большое. Всего самого доброго. Спасибо. 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 Директор фитнес-клуба Лада Ломова провела для гостей обзорную экскурсию по помещениям и рассказала об основных преимуществах концепции «Люби фитнес». О том, что комплекс может расположить 350-400 человек одновременно, что общий объем инвестиций в оборудование составил около 120 миллионов рублей. Только тренажеров от самых ведущих брендов фитнес-индустрии было закуплено на 60 миллионов рублей. Обслуживать зал будут 200 человек и работать он будет в режиме 24 на 7. Входишь и видно, как качественно выполнено, качественные материалы, качественно выполнено. Посмотрите, какое количество тренажеров, виды из окон. Самое удивительное. Ведь очень многие фитнес-центры не имеют либо окон вообще, либо какой-то вид настолько ужасный. Здесь приятно тренироваться, приятно наслаждаться вот этой вот красотой, вот с этими панорамными окнами. То есть ты и тренируешься, и наслаждаешься вот этим вот красивым видом. С показательными выступлениями выступили юные синхронистки. А завершила программу звезда синхронного плавания, многократная чемпионка России, Европы и мира Евгения Подберезкина. Она изящно нырнула в бассейн прямо в красных туфлях. У нас великая задумка сделать общероссийский парк для детей, образцовый парк. Показать, что такое русская культура, русский дух, что такое народное творчество, что такое самобытное открытие. Как можно соревноваться и доказывать свое превосходство именно вот в таком парке. Это парк будущего. Сейчас, кстати, благодарю всех, кто внес свой вклад в строительство его. Правильно, Павел Николаевич сказал, по 100-150 рублей каждый из 10 миллионов, кто голосовал в последнее время за нас. И мы в следующем году уже начнем сооружение этого парка. Мы очень рады. Коллектив совхоза Ленина рад, что, во-первых, такая представительная делегация к нам приехала. Мы рады, что мы наконец-то закончили этот объект. Это один из самых сложных объектов, которые мы строили. Хочу сказать огромные славы и благодарности всем тем, которые... Тем тем людям, которые неравнодушны, которые перечислили деньги в адрес совхоза имени Ленина. И я думаю, что вот еще этот объект, который мы сегодня сдали, еще одно доказательство того, что мы делаем все для людей. Поэтому спасибо всем большое. Надеюсь на дальнейшую плодотворное сотрудничество. Павел Николаевич, вам пять с плюсом. Спасибо. Вот директриса. Она у нас... Она у нас с Донбасса. Благодарим ее. Приехала, трудится. В конце прошел подход к прессе и фотографирование на память. А Геннадий Андреевич вспомнил историю Порфирия Иванова, с которым ему лично посчастливилось познакомиться, когда он приходил к нему в ЦК. Просить перевести племянника служить в привычные для него северные широты. Пришел к нам в ЦК. Пришел. У него ноги были. Там подошва у него, наверное, вот такая. Вот. И все. Пришел просить за внука, который отправили служить на юг, чтобы отправили за северный подарок. Он не выносил их. Внука отправили туда служить, а он делился своим опытом. Когда по Москве шел, все хватило. На восьмое чудо. Как говорится, холода русский народ не боится. Главное быть закаленными и подготовленными. Этим и будет заниматься новый партнер ЗАО «Софос» Евгения Ленина, хорошо зарекомендовавший себя на рынке оператор фитнеса «Люби фитнес». Кстати, подаренные им несколько карт были проданы на благотворительном аукционе, состоявшейся несколько дней назад ярмарке, а полученные деньги направлены в фонд «Народный миллиард». С вами был ТВ «Софос». Подписывайтесь на наш канал и следите за новыми выпусками. Оставляйте комментарии и лайки. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok